Видео сделано при поддержке Samsung Neo QLED 2021 год уже почти позади, и вряд ли игроки будут вспоминать его добрым словом. Скорее всего, он еще долго будет ассоциироваться с постоянными переносами, скандалами и провалами крупных франшиз. При этом нельзя сказать, что играть было не во что. Неплохих проектов было в достатке, но вот по-настоящему впечатляющих действительно маловато. Только смерть ждет. Ярче любых слов это демонстрирует статистика. Добрая часть высокооцененных игр в этом году — ремастеры и перевыпуски. ProSkater, Hades, Microsoft Flight Simulator и так далее. Никто не выйдет из моего домена, если живы или мертвы. Тем не менее, из множества добротных игр мы отобрали несколько очень ярких, и сейчас в произвольном порядке о них расскажем. Важный дисклеймер. Metroid и It Takes Two мы обошли стороной, потому что просто не успели их опробовать. Обязательно наверстаем на праздниках. За вторых психонавтов в этом году обиднее всего. В отличие от прочих игр этого списка, продолжение культового платформера обделили вниманием. Притом не только игроки, но и критики, которые на недавней The Game Awards не выдали игре ни одной статуэтки. И очень зря, ведь «Психонавты 2» — достойное продолжение первой части, что уже говорит о многом. Сиквел, как и предшественник, построен на мощнейшем конструирующем принципе, то есть идее, которое соединяет воедино все элементы геймдизайна. Прекрасный арт-дирекшн, боевая система, дизайн персонажей и сеттинг построены вокруг идеи о том, что ментальные расстройства и особенности людей имеют физическое воплощение. Ну, примерно как в «Головоломке» от Pixar, но значительно безумнее. Таким образом, экспедиции героев-мозгоправов в сознание тех или иных существ обретают контекст. Каждая локация, босс и даже навык главного героя работают сразу на нескольких уровнях, что создает уникальный игровой опыт. Главный герой дерется не на какой-то абстрактной арене, а, например, на игральном столе в казино внутри головы азартной директрисы-психонавтов. Борется же он не обыске, а с ее ментальными цензорами и внутренними переживаниями. Самое главное, что это не только элегантно, но и просто интересно. Аудиовизуальная часть игры впечатляет. Креатива здесь так много, что остальным разработчикам остается только кусать локти. Вдобавок, все локации не только хорошо запоминаются, но и предлагают набор уникальных препятствий. Они не делают психонавтов лучшим платформером на рынке, до уровня Марио и Рэймон игре далековато. Но сохраняют игровой процесс свежим до самого конца. К тому же разработчики не ленятся постепенно разбавлять геймплей свежими механиками. Одно из сознаний, к примеру, представляет собой смесь мегаполиса и площадки для боулинга, по которой предстоит раскатывать на гигантском шаре. Другое же предложит главному герою плавать между островами на небольшой одинокой планете. К тому же Double Fine строит прогрессию в психонавтах вокруг поиска опциональных объектов, разбросанных по самым разным уголкам миров игры. Таким образом, игрока дополнительно мотивируют изучить все потрясающие локации платформера. Единственный серьезный недочет игры — это боевая система. Драться здесь придется довольно много, и если поначалу психонавты как слэшер ощущаются неплохо, то ближе ко второй половине игры начинают утомлять. Импакт от ударов и идеальных уклонений — посредственный, а боевые механики развиваются не очень интересно. А вот у кого со вниманием игрового комьюнити проблем точно не было, так это у нового Рэтчета. Новости об игре плотно забили новостные ленты игроков еще перед релизом и сделали игру самым громким релизом лета. Почти все инфополе было заполнено постами о том, какая же красивая у Insomniac вышла игра. И это справедливо. Rift Apart можно смело назвать одной из красивейших игр в истории, а также лучшим бенчмарком при покупке PlayStation 5 и нового телевизора. Картинка в Рэтчете зачастую неотличима от CGI, и этот яркий эффект сохраняется до самого конца, ведь разработчики постоянно меняют место действия, непрерывно удивляя новыми красотами. При этом уровень продакшена не проседает ни на секунду. Но здесь главное не забыть, что это еще и очень хорошая игра. Не дайте визуал у себя обмануть. Rift Apart, особенно на высоких уровнях сложности, это весьма динамичный и непростой шутер. Боевые арены плотно забиваются разными архетипами противников с интересными паттернами атак. От одних можно просто сбежать, другие заставляют прыгать, а какие-то противники очень быстро бегут в сторону игрока. Все это создает геймплейную систему, заставляющую постоянно двигаться и менять оружие в богатом арсенале, насчитывающем 20 разных пушек. Делать это желательно с умом, ведь разное оружие хорошо подходит для разных противников, поэтому потенциала для мастерства здесь на удивление много для такой, казалось бы, детской игры. Дополняет все это фирменная прогрессия от Insomniac, побуждающая еще чаще менять вооружение. Буквально за каждый шаг здесь чем-то награждают. Из убитых противников и разбитых ящиков выпадают болты, за которые можно купить новое оружие. В неочевидных местах припрятан раритан, позволяющий улучшить арсенал. Да и простое использование оружия повышает его уровень, что зачастую добавляет пушкам новые особенности. В результате геймплейная петля в Ретчете становится на редкость аддиктивной и приятной. Это касается всей игры. В ней попросту нет вещей, сделанных откровенно плохо. Платформенные секции качественные. Сюжет, пускай и не хватает звезд с неба, но удерживает внимание игрока. Новые механики, такие как реактивные ботинки или головоломки с кланком, хорошо разбавляют игровой процесс. Единственное, что может расстроить владельцев PlayStation 5, довольно ленивое использование хваленого SSD приставки. Не поймите неправильно, смена одной локации на другую за секунду поначалу впечатляет. Однако вместо развития этой идеи разработчики топчутся на месте и паразитируют на ней до самого конца. Возможность мгновенно переместить игрока из одного места в другое не находит никакого отражения в самом геймплее. Назвать это проблемой игры, наверное, нельзя. Все-таки факт существования какой-либо технологии не должен обязывать разработчиков ее использовать. Разумнее будет сказать так, маркетинг проекта сыграл с Рэчетом злую шутку. Если подумать, то Resident Evil Village — это странная игра. Она не только почти полностью отказывается от хоррорного элемента своей предшественницы, но и не предлагает каких-то впечатляющих механик. Если оценивать каждую из них по отдельности, то сложится впечатление, будто Village — это крепкий середнячок. Стрельба в игре откровенно слабая, архетипы противников слишком привычные, интересных механик с прятками от неубиваемых боссов нет, а головоломки преимущественно примитивны. Но если все это объединить, случается какая-то магия. От игры невозможно оторваться благодаря эталонному пейсингу. Дизайнеры очень тонко чувствуют, когда игроку становится скучно и меняют настроение, задачи и механики в соответствии с этим. Поначалу герою приходится прятаться, искать боеприпасы во всевозможных местах. Каждый противник вызывает легкий испуг и раздражение, ведь патронов и так не очень много. Поддерживает это настроение и окружение, ведь в этот момент приходится постоянно играть в прятки со ставшей знаменитостью Леди Димитреску. Со временем же боеприпасов и оружия становится больше, да и сам игрок становится увереннее. В ответ на это дизайнеры начинают поддерживать новое ощущение, превращая игру в подобие шутера. Однако совсем скоро они возвращают все на место, предлагая игровой эпизод в стиле 5, где игрок вновь становится уязвимым и беспомощным. Такая непрерывная игра с эмоциями создает ощущение, будто игрок каждый раз садится за новую интересную игру. Более того, в отличие от других похожих игр, Village удается удержать внимание до самого конца. Столь умелая работа с ожиданиями игрока — невероятная редкость для игровой индустрии. Хочется надеяться, что это когда-нибудь станет нормой, но сегодня Resident Evil Village — это экзотика, поэтому ее обязательно стоит попробовать. Список, как видите, получился не слишком объемным, зато каждую из этих игр можно смело рекомендовать практически всем. Даже Village могут опробовать противники хорроров, ведь он, как выяснилось, совсем не страшный. Как мы и говорили в начале, неплохих игр в 2021 году было очень много, поэтому, даже если вы прошли все из этого топа, то обратите внимание на Halo, Forza Horizon, Returnal или, например, Deathloop. Это качественные жанровые игры, которые уже сейчас можно опробовать за сравнительно небольшую цену, ведь они либо есть в геймпассе, либо уже ушли на скидочки.